еле распаковал эту фару уже третья за сегодня 2 вычистил на поле к он делаю линзы вот короче уже стемнело самое время сделать обзорчик ночной тест линз zoom a7 на стене они меня достаточно впечатлили посмотрим как они будут впечатлять меня на дороге и так разобрал одну линзочку линза стеклянная без всяких шагрений гладкое стекло достаточно выпуклая отражатель у нас верхний гладкий полностью пластиковый сама линза вот там в диодах разбирается вот вам пожалуйста идентифицируйте снизу есть еще отражатель линза двух чиповая там видно снизу маленький диод и отражатель отражается диод для дальнего света на подобие такого есть вот линзы недавно узнал все-таки инфолайт делюкс там такая же штука применена и так прикрутил линзу азум инфолайт профессионал ну чтобы было сравнить билеты и противостоять будет им ксенон но на этот раз не м с f1 а н.ч.к. переходник н.ч.к. под круглые вот такие разъемы и блок чисто лишний типа 55 ватт сказали мне светит он на 35 это комплект человек сам приобрел скажем и я буду ставить его и заодно посмотрим на что способны лампочки яки в раньше их тестировал в принципе они с инфолайтом плюс 50 там большой разницы вообще никакой нет 4500 кельвинов температура цвета бело-желтый свет должен быть сейчас прикручиваю идем тестировать на улицу решил уже под собрать этот пульт небольшая коса но это все замотается реле подключил для того чтобы плюс на дальний свет на инфолайт шоу потому что здесь два провода на дальний здесь на два дальней то есть я так сделал что по минусу управляется вот первый второй третий и дальний не работает когда не включена линза у меня тут кнопка оказалась бракована надо сильно нажимать за меню итак уже 11 часов вечера пульт заряженный линза настроены смотрим переключаемся значит азум а 7 ширина видите я стою так же как и в прошлом тесте полностью покрывает ворота от края здесь даже вот кусты хватает дальний свет смотрим принципе одно достаточно яркое горячий теперь включим инфолайт это выключаю включая инфолайт смотрим на обочину это азум это инфолайт наверно лучше картоночкой закрываем так у нас сейчас работает азум а7 инфолайт профессионал закрываем картоночкой такс сейчас пульт это хорошо на картоночка лучше азум а7 инфолайт профессионал примерно одинаково от машины свет начинается вот они светят на одном уровне нижняя полка но у азума она высокая то есть что-то подобное как инфолайт делюкс вот азум но шире гораздо то есть вот вижу ворота все это здесь вот инфолайт профессионал их хватает но слабенько а тут прям четко вообще и линия боковая красивая я мы вроде как лучше то есть как раз там где у инфолайта сейчас покажу вот черное пятно у азума как раз яркое пятно по боковому свету понятно азум топчик сейчас включим ксенон не увидим это так переключаясь синон включил у меня тут сразу дым пошел комар какой-то присел я перепугался открутил лампочку посмотрел то нет все там нормально так вот у нас сейчас азум и ксенон н.х. как там его н.х.к. на яке лампа вот ксенон вот азум ксенон азум ксенон азум азум а7 видно что на ксеноне пятна они не критичные но присутствуют на азуме вроде такого не наблюдается и от машины дальше светит ненамного здесь по правой стороне светит как ксенон ширина такая же в принципе и слева немножко больше ну как-то посимпатичнее билет то есть вот на ксеноне то же самое темное пятно как бы такое оно не темное ну скажем нет той той яркости то есть при том как будет стречка слепить будет недостаток света то вот азуме там как раз выжигает ямы ну конечно кто-то скажет что это лужа перед машиной яркости много не бывает вот вдаль кардинальной какой-то разницы кроме пятна вот этого белого я не вижу вот перед машиной да вот сидишь такой в машине и кайфуешь билет вот вот я закрыл ксенон давайте потыкаем пульшую зря дел так включаем professional и посмотрим на дальний свет сейчас у нас три линзы работают это у нас азум а7 это у нас инфолайт профессионал а это у нас ксенон огромное пятно всю стенку освещает надо кнопочку заменить это у нас инфолайт профессионал азум как-то низко светит странно ну скажем вот я смотрю сам глазами на стенку не в телефон инфолайт как-то поинтереснее не знаю напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу какой дальний свет вы считаете самый топчик ну вот еще раз выключая это у нас азум это у нас инфолайт это у нас ксенон это у нас азум вот азум реально сбоку конкретно добавляет перед машиной он немного проигрывает инфолайта то есть видно насколько ну по ширине однозначно топчик так теперь включаем ксенон азум с ксеноном вот ширина уже перед машиной больше света конечно белый свет гораздо приятнее но на камеру не передает такой желтый свет ксенон таким галогеновым скажем оттенком светит это у нас азум а7 да вот здесь ближе к земле так вот так люксметр держу 164 здесь приподнимаемся яркость убегает 120 так это у нас азум а7 так это у нас инфолайт professional вот 110 ну я на стенном тесте видел там ролик обзор линз то есть вот он тот 160 люксов дает а этот а7 дает 160 люксов professional инфолайт дает вот 110 12 120 это вот район галочки вот такие такие у меня тут мешки стоят всякие моему это еще моем короче вот 120 люксов это предел уже не помню сколько было в прошлый раз так ну и ксенон нхк на яки лампах и на 55 ватт нам в пятом блоке сейчас померяем так ксенон уже тут в принципе разжегся у нас берем люксметр вот и на глаз и по люксметру вот 80 люксов яки лампы вот 100 нхк не впечатлил можете данные по амс и в первой линзе и инфолайт лампе взять из прошлого видео потому что я уже не помню сколько я там мерил вот 80 люксов яки лампы даже инфолайт профессионал дал 110 120 а азум а7 дал 160 в два раза ярче чем ксенон этот вот такие дела это у нас азум а7 это у нас ксенон возможно это из-за того что не топовый ксенон он так рыжа светит лампы 4500 блоки типа 55 ватт возможно из-за этого оно желтит то есть на более слабых блоках свет не такой рыжий получается так ну оставляю азум азум еще раз смотрите в принципе нормально светит он на сегодняшний день лучше билэдов я не видел у которых ширина вот такая вот это инфолайт это азум азум реально очень широко светит четкая высокая галочка на этом все подписывайтесь на мой канал если понравилось видео ставьте лайки до новых встреч всем пока 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 Продолжение следует...